Технострой Олимп. Жилье, доступное каждому. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы настроились на телеканал ТНТ Поиск. Мы начинаем для вас программу «Прямой эфир». Меня зовут Виктория Савастьянова, а в студии сегодня у нас начальник Клинского ОГИБДД. И Алексей Владимирович Коломеец будет отвечать на наши с вами вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения, изменений правил дорожного движения и многом другом. Я вас приветствую, а хотелось бы начать мне разговор с вами на стратегическую тему, потому что в январе была принята концепция, стратегия безопасного дорожного движения в 2018-2024 год. Вот что она подразумевает и какие-то вы уже шаги в связи с этой концепцией предпринимаете? Да, конечно. Программа подразумевает снижение смертности практически в 4 раза, что смертности у нас на дорогах совсем не будет. А первые шаги какие? Пересмотр работы инспекторов ДПС именно на дороге. Разрабатываются сейчас новые методические рекомендации, что должен делать инспектор конкретно по часам, по времени, какие обязанности должен выполнять и так далее. И, соответственно, нововведения автоматизированной базы очень хорошо сейчас работают. Автоматическая фиксация видеонарушений правил дорожного движения. К этому будем снижать аварийность на дорогах по этим позициям. Мы сейчас видим, как работают сотрудники ГИВДД на дорогах. Сегодня сколько патрулей работает в Клинском городском округе? На сутки заступает 6 экипажей. 6 экипажей? 6 экипажей, 12 человек. Это на весь Клинский район. Ну, вообще-то очень протяженные территории у нас. Как вы справляетесь? Территория у нас 1400 километров по Клинскому городскому округу. Справляемся. Не всегда успеваем подъезжать вовремя на информацию, которая оперативно поступает. Но так как нас много и мы самая оперативная служба, я считаю, что успеваем доезжать. Вот если вернуться снова к стратегии, я понимаю, что автоматизация, которую вы упомянули, это один из важнейших таких пунктов в работе. Что-то будет меняться у нас в районе? Новые камеры, может быть, появятся? Да, в районе появится очень много камер. На Ленинградском шоссе где-то порядка 20 камер еще. Не только фиксация скоростного режима, но и фиксация проезда перекрестков. Фиксация и представление преимущественно пешеходных переходов. Это уже в этом году. Они будут установлены, они сейчас тестируются. И, соответственно, у нас в районе с вчерашнего дня идет операция скорость. Выставляются так называемые скаты. На основании анализа дорожно-транспортных происшествий в 2017-2018 году разработана дислокация выставления этих скатов. Это раньше были такие коробочки. То есть это не стационарные, а передвижные? Переносимые, скажем так. А к чему это? Между управлением ГИБДД Московской области и правительством Московской области в лице Министерства транспорта заключено комиссионное соглашение о создании и эксплуатации системы контроля безопасного дорожного движения в Московской области. То есть соглашение максимально четко описывает полномочия подрядной организации как технического оператора комплекса камер, которые стоят. То есть гражданские люди выставляют камеру, но только по согласованию с ГИБДД. Те места, где они выставляются, у нас это 8 мест. 8 мест по району, где они выставляются уже со вчерашнего числа. Это у нас дорога МБК Троицкой-Белозерки, скажем, поселок Чайковского. Павельца-Верхово-Нудоль 8-й километр, Павельца-Верхово-Нудоль 22-й километр. Латышно-Суворово-Клинт 64-й километр. Это населено Пункт Петровское. МБК Борщевым 10 России на 3-м километре. МБК Борщевым 10 России на 11-м километре. Латышно-Суворово-Клинт, то бишь Першутино, первый километр плюс 500 метров. Вчера эта камера стояла, работала очень даже успешно. То есть вы сейчас раскрыли все тайны? Секрета здесь никакого нету, да. И 8-я камера, вот я считал, это М-10 России, Зубово-БМК, 6-й километр, поселок Залисий. Эти камеры выставляются в тех местах, где были происшествия плюс-минус 500 метров. А, то есть со временем дислокация будет меняться, да? Если где-то более гореться точка? Если будет, да, где-то возникать очаг аварийности, либо что-то, эти камеры будут передвигаться, если это было по скорости именно. То есть будем снижать на основных дорогах Клинского района максимально скоростной режим. Хорошо, у нас уже есть звонки от телезрителей, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, ваш вопрос. Да, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. В деревне Воронина, около цирка, висит знак. Для грузовых запрещен разворот. Все фуры не видят его или как, не хотят видеть. Разворачиваются, прям чуть ли не окна нам заезжают. Около церкви. Да, мы знаем, что там знак установлен. Тут вопрос в том, что его, да, плохая видимость. Будем выходить с предложением о переносе этого знака ближе к дороге, чтобы видели водителя. В основном водители фур, которые идут транзитом через наш и проезжают, может быть, не первый, а второй раз, но этого знака не замечают. Ну, понятно, это бетонка. Если говорить, вот вы упомянули такой термин очаги аварийности, как сегодня обстоят у нас дела с этими очагами? Есть ли они или удалось справиться? Вообще в районе, который обслуживает ОГИБДД по Крымскому району, очагов аварийности нет. Мы справились с автодорогой А-108 Борщовым-10 Россия, где у нас было очень много происшествий с столкновением. Было много пострадавших, там порядка 8 погибших было. Это в прошлый год или даже позапрошлый? В прошлом году ситуация выровнялась. В этом году пока на данной дороге только одно происшествие с пострадавшими было. Единственное, там столкновение, выход на полосу встречного движения был. Там пострадало 3 человека, из них один ребенок, к сожалению, пассажир. Очагами аварийности вы называете такие места, где регулярно происходят аварии? Очаг аварийности рассчитывается из того, что несколько происшествий различных видов. То бишь столкновения, наезд на пешехода, и из этого выходит очаг аварийности. На ваш взгляд, какими мерами достигнет такой успех? Комплекс мероприятий. Даже прямые эфиры нам помогли. Люди знали, что у нас дорога в хороший вид проведена, и знаки ставят, и разметка хорошая. И у нас на Яндекс.Карте нанесены аварийные места были. Если по навигатору ехать. То есть комплекс мероприятий. И навигатор сразу рекомендует снизить скорость. Да, соответственно. И вот эти все мероприятия, они в прошлом году нам, конечно, помогли. Снизить. Отлично. Одну дорогу. Но у нас, получается, когда дорога ремонтируется, соответственно, вот, допустим, Павельцево-Верхово-Нудель дорога, в прошлом году она отремонтирована была, соответственно, мы там получили рост происшествий. Потому что скорость увеличилась. Скорость увеличилась, да. Пока были дорожные работы, разметка еще не была нанесена, работы дорожниками были не закончены, поэтому там получилось у нас некий, ближе к очаговому. Какая тонкая наладка нужна в дорожном хозяйстве, в работе? Да, ну, когда полностью дорога сделана уже, то есть с предупреждающими знаками, с отбойниками, с разметочкой, соответственно, видно дорогу, видно знаки, и, соответственно, люди уже перестают нарушать. И читают уже, как бы, дорожную ситуацию по разметке, по знакам. Но в основном, люди у нас, начался у нас приток транспорта дачников. Уже ощутимо, всю эту неделю стоим в токах. Все уже поехали на дачи, в основном приезжают. С Москвы люди, они знают, что дорога хорошая, начинают, соответственно, скажем так, хулиганить у нас в районе. Ну, пытаемся пресечь, не допустить происшествий. Будем надеяться, что вам это удастся. Уважаемые телезрители, мы ждем ваших вопросов, а сейчас отвечаем на вопрос телезрителей. Слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мы проживаем по Красной 10. Еще раз, где проживаете? Красная 10. Во дворе положили хорошо асфальт, тротуарную дорожку. Но мы по ней не ходим. По ней машины ездят. По тротуарной дорожке ездят машины? Красная 10. Возьмите на контроль, посмотрите, что там такое. Может быть, паркуются? Ну, я думаю, что на велодорожке у нас не паркуются, у нас отслеживается это мероприятие. Все хорошо, я помечу себе. Хочется вас спросить след. Поговорили о аварийности. А в целом статистика происшествий на дорогах сегодня какова у нас? Вообще в районе сложилась ситуация в том, что количество происшествий у нас возросло с прошлым годом практически на 500%. Это совместно с федеральными трассами увеличилось количество погибших. Похвастаться пока нечем. Допустим, в прошлом году было раненых именно в районе территории обслуживания ОГИБДД 11, в этом году 12. А, ну понятно, процент 500, это значит 5 человек, пострадавших уже. По статистике, да, на федеральных дорогах выросли на 500%, вот именно на федеральных дорогах. У меня нету сравнения с прошлым годом, но я могу сказать, что количество ДТП, вот именно на территории обслуживания 1-го батальона, 26, уже количество погибших 14 на данный период, и раненых 30. Из них тоже один ребенок, к сожалению, раненых. А чем вы объясняете, рост есть какие-то четкие понимания? Четких пониманий нету, но скажем так, что у нас в районе активно идет стройка новой трассы. А приток грузовых автомобилей, они вовлечены в эти аварии? Да, в районе у нас очень много грузовиков, очень много в сутки, порядка 5000 грузовых транспортных средств, проходят через городской округ, все заняты на стройке, но уже к концу мая эта стройка уже передвинется в сторону Тверской области, и они уже не так будут затрагивать. Как и наши дворы, где они паркуются, так и, соответственно, наши дороги, которые сейчас разбиваются, потому что асфальт, скажем, вместе с землей начал оттаивать и разрушаться. Понятно, проблемы понятны. А вот какая доля в происшествиях связана именно с таким грузовым транспортом? Ну, с грузовым транспортом я скажу, что где-то процентов 50 точно. То есть действительно это существенно влияет на обстановку? Да, но в районе, допустим, обстановка такая у нас сложилась, у нас сопоставление, основные виды ТП у нас получаются. Наезд на пешеходов — это 50%. По-прежнему? Да, и, соответственно, столкновения. Тоже 50 на 50. Вот все, что у нас в районе осталось на прежнем уровне. Наезд на пешеходов — это происшествия, которые случаются непосредственно на пешеходном переходе? Это что, дисциплина водителя или это... Где-то есть по вине водителей, да, где-то есть по вине пешеходов. И пешеходы у нас переходят не в положенном местах, попадают под колеса. И даже водителя нарушают, соответственно, не замечают пешеходов, не пропускают. Тут тоже двоякая ситуация 50 на 50. То есть обвинять или пешеходов, либо водителей, тут статистика. И те нарушают, и другие нарушают. Нас всегда очень вопрос интересует детским травматизмом на дорогах. Здесь есть что-то позитивное? Ну, скажем так, что в этом году у нас, по сравнению с прошлым годом, ранен один ребенок. Вот. Также и в первом батальоне тоже еще один ребенок. То есть двое детей у нас пострадали. Ну, скажем, других случаев с детьми у нас не было. Ну, понятно. Все-таки, проводя эфиры с вами, такие уже регулярные, не реже, чем раз в полгода вы у нас здесь в студии появляетесь, мне кажется, что как-то не всегда предсказуемо. Это кривая, вот это распределение, вот эта нагрузка на дорогах, когда люди страдают. Когда-то больше, когда-то меньше. Хотя мы видим, что есть серьезное направление в работе и муниципалитета, и вас, да, по предотвращению ДТП. Мы видим и ограждения, и новые светофорные объекты, и пешеходные переходы, и светящиеся пешеходные переходы, и многое другое. Но, тем не менее, вот здесь вот статистика живет несколько по другим законам. Да, ну, получается, что в основном, в основном, все у нас происшествия, которые происходят вне города, вне города, хотя по статистике идет 50 на 50, что-то в городе, что-то, скажем, в округе, в районе, скажем так. И, соответственно, все происшествия, вот сейчас, скажем, зимний сезон закончился. То есть проблема там с дорогой, с очисткой дорог от снега, она закончилась. Началась другая проблема. За зиму стерлась разметка. Сейчас до первого числа дорожные организации должны нанести разметку во всем районе. Обновить. Обновить, да. Разметка обновляется в городе, вот, но мешает сейчас погода. Дожди, ураганы, там, ветки, все службы заняты немножко другим. Асфальт, опять же, оттаял, появляются ямы. Сейчас все латается, где-то асфальт снимается, где-то кладется новый асфальт. То есть полностью комплекс мероприятий по дорожным службам, он проводится. Вот, понятно, что где-то не успевают, где-то мы им подсказываем, где быстрее сделать. Там, допустим, вот, была куча обращений по ямам. Вот, у нас в любом случае выезжают инспектора, фиксируют эти ямы, эти пузыри, эти волдыри. Вот, мы это все так же направляем в администрацию и хозяинам дорог, Мосавтодор, показываем, где плохо. Они, в свою очередь, пытаются оперативно реагировать и что-то делают в районе. То есть что-то сказать, что у нас ничего не делается в районе, это сказать, что... Нет, ну, мы видим, что изменения есть, дороги меняются, освещение появляется. Дороги меняются, освещение новое появляется, да. Как бы... Но, тем не менее, вот есть какой-то особый путь у этой статистики, что это влияние человеческого фактора, магнитных бурь. Вы как для себя объясняете? Ну, статистика штука тяжелая, вот, и непредсказуемая. То есть сегодня может быть выстрелить, допустим, поселок Слобода, а завтра может быть Кузнецово. Вот, там тоже новый асфальт, и вот как поедет человек, не знающий дорогу, где нет разметки и знаков, допустим, которые смылись после зимы или там ветром сдуло в зимнюю погоду. Все это аккумулируется у нас в любом случае. Все недостатки уличной дорожной сети фиксируются. Сейчас все это вносится, опять же, со стратегии в определенную базу, вот, и рамки выполнения, они сейчас как были там в трехдневный срок, или там в недельный срок, смотря какие работы должны там знак поменять три дня, асфальт поменять в течение месяца. То есть все это взаимосвязано. У нас как участников дорожного движения, просто как жители радуют, что вы говорите, что это работа системная, и вы упорно движетесь в этом направлении вместе с муниципалитетом. Нам по-другому нельзя работать. Да. Давайте послушаем еще телезрителей. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит проживающий дом Моррис 81 Карла Маркса. У нас вот такой вопрос. У нас очень опасная дорога, по которой мчатся машины с большой скоростью. Никаких опознавательных знаков абсолютно нет. Вы имеете в виду дорогу между жилыми домами? Да, жилыми. У нас пятачок, у нас пятачок. Здесь 81-й дом, 83-й и 81-й. И вот мы выходим, и сразу начинается поворот на наш дом на 81-й. Представляете, в какой скорости летит. Три дороги. И дорога для пешеходов нет. Есть такая малюсенькая дорожка, что там пройти нельзя. С одной стороны, мне кажется, есть тротуар, да? И мы пешеходы идем по проезжей, где ездят машины. 81-й дом один. Это кооперативный. Так, везде поставил заборы, что не пройти. И две калитки он закрыл. Как нам ходить? Мы ходим по проезжей дороге. И как можно ограничить скорость движения? Все замечания как раз по Карлу Марксу 81-82, эти вопросы, все были подняты на комиссию по безопасности дорожного движения. Смотрите, будут изменения. Сейчас будут либо установлены знаки ограничения скорости, либо жилой сектор. Все это дело прорабатывается уже администрацией. Все мероприятия, которые мы предлагали сделать, то есть отгородить пешеходный тротуар бордюром, они сейчас в плане разработки, все это в администрации аккумулируется. То есть вы знаете об этой ситуации? Да, у нас в городе несколько домов, которые действительно проблематикой для пешеходов, где летают машины, где смотрим, где возможность есть положить искусственные неровности, а где нет. Все это согласовывается, все это, конечно, не быстро, но потихонечку проталкивается, продавливается, и, я думаю, пешеходов будем обезопасивать. Кстати, помню, что у нас из эфира в эфир повторился вопрос о искусственных неровностях, о лежачих полицейских, несанкционированных кем-то уложенных. Решили проблему? Конечно, убрали. Все, будем спокойны. Давайте послушаем еще телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый. Беспокоит вас улица Спортивная, 17-2. Скажите, пожалуйста, вот вы из Захватаева, восьмерочка находится, ездят машины очень большой скорости, дети выходят из магазина, и они сразу поворачивают на Ленинградку. Как изменить вот эту схему? И второй вопрос. Два дерева находятся напротив магазина, и они ставят водители машины прямо на зеленый газон. Понятно. Так вот там поставить или что, или какие палочки, досочки, забыть, что они не ставили. Вот сюда же помогите. Вот два дерева осталось, которые не сидят на Ленинградку. Понятно. Два вопроса. Парковка и скорость. С парковкой мы вопрос разберемся по поводу зеленой зоны, а по поводу скорости там Захватаева, искусственные неровности лежат, организация движения там вся обеспечена. Ну, инспектора проедут, посмотрят, что можно что там еще улучшить, какие... И, пожалуйста, вот рекомендация по поводу парковки в магазин. Тоже важный момент. Жителей вас возмущает. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Теперь слушаем ваш вопрос. Пожалуйста, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Значит, у меня такой вопрос. Значит, Дзержинская и Менделеева поставили знак, значит, через двор. Ну, это где у нас магнит, так? Едут все в одном и в другом направлении. То есть Дзержинки заезжают на Менделеева, как положено, с Менделеевой стоит знак «Запрещено». Как ехали машины, так и едут. Я скажу, что постоянно отрабатывать дворовую территорию у нас не получается. Вот, отрабатываем ее по возможности. То есть вы имеете в виду, что патруль там не может находиться постоянно? Да. У нас автомашины находятся на маршруте патрулирования, как бы, и тот маршрут, который проходит через как раз Менделеева, Дзержинского, он заезжает туда. В любом случае смотрит. Но в основном проблематика уходит в том, что большинство, как бы, тех же нарушителей, это жильцы местных домов. Вот. Соответственно, они под знак могут заезжать под это. По правилам дорожного движения, да. А остальные, соответственно, смотрят, что местные жители заезжают, соответственно, заезжают нарушители, которые там не живут, чтобы сократить им путь, объехать, соответственно, пробки. У нас при улице, по улице Дзержинской двустороннее движение пустили, но проблема осталась одна, что местные жители паркуют транспорт, сужают проезжую часть. Соответственно... Ситуация согубляется. Да. Ситуация согубляется, получается пробка. Будет работать на этой улице, на улице Дзержинского, под знаками, опять же, машина автоматической фиксации, которая будет штрафовать водителей по знаку. Остановка, стоянка запрещена. И в ближайшем будущем будут установлены знаки эвакуации транспортных средств. При появлении у нас в распоряжении эвакуатора будем машины из-под знака, остановка, стоянка и эвакуация будем эвакуировать на платную штрафстоянку. Хочу уточнить, вот те варианты видеофиксации с помощью передвижных и переносных систем фиксации, они могут заметить не только нарушение скоростного режима, но и еще какие-то другие? Да, конечно. Сейчас на сайтофорные объекты вешаются камеры на стоп-линию, значит, камеры на непропуск пешехода. И еще комплекс камер разрабатывается, соответственно, поворот, разворот и так далее. Все это будет установлено, я уже говорил, что 20 камер еще будет у нас в районе. Это и на Ленинградском шоссе, на 108-й трассе и, соответственно, будет установлено еще и в городе. Вот, я не буду пока раскрывать секреты, где, потому что мы сейчас смотрим дислокацию, где у нас аварийные места были по прошлому году, по позапрошлому году. Будем сравнивать их и в тех местах будем устанавливать камеры фиксации, либо скоростного режима, стационарные, со знаками. Это вот касается, в первую очередь, Першутина, ну вот, это АБЗ Высоковск, где мы пробовали в начале года выставлять комплексы. Комплексы. У комплексов очень хорошая была наработка, до трех с половиной тысяч нарушений в день световой. Хорошая это, конечно, как сказать. Ну, то есть вы зафиксировали, но это значит, что люди не дисциплинировали. Но, опять же, когда машины постояли, скорость местные жители сбросили. Но мы еще учитываем то, что опять у нас летний период настал, и поэтому поехали люди-дачники, скажем, тогда на своей даче. Будут они прорываться через пробки, а потом увидят, что свободную дорогу будут нарушать скоростной режим. Соответственно, будем сдерживать скорость, а в основном скорость это причина всех толкновений. Да, безусловно. Давайте послушаем еще и наших клинчан. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый. Мне хотелось бы задать вопрос по поводу привокзальной площади. Когда у нас там все-таки будет порядок наведен. Вот вчера, допустим, вечером стоят машины напротив Петровского в два-три ряда, занимают одну полосу проезжей части и светофор, который около Дарья водителей штрафует, которые не пропускают пешеходов. А вот пешеходы, которые идут, разговаривают по телефону, по мобильному, не обращая внимания на то, что горит красный свет, их еще ни разу я не видел, чтобы кто-то наказал. И второй вопрос. Деревня Василева, вот которая после Лаврова у нас, там вот эти грузовики, которые строят дорогу, устроили несанкционированные стоянки с двух сторон дороги, а там две остановки автобусных, пешеходный переход. Они стоят и ремонтируются там, ну, аварийно, создают просто аварийную обстановку. Конечно, на обзор обращается, да? Хотелось бы обратить на это место, внимание. Я понял. Спасибо за вопрос. Дорога, получается, обслуживает первый батальон. Я дам рекомендации, чтобы они проехали, посмотрели на санкционированные стоянки. Я видел, что она там есть, да, действительно. Нужно будет установить знаки, остановка стоянка запрещена. Это по поводу грузовиков. А по поводу, значит, перевокзальной площади, да, у нас это... Конечно, ситуация там изменилась, но тем не менее... Да, реконструкция проведена, да, реконструкция проведена, парковочных мест не хватает, народ ставит машины в два ряда, в три ряда. Особенно в час пик. Особенно в час пик, и когда люди с электрички приезжают, будем какие-то еще делать инновации, будем разрабатывать еще проекты какие-то совместные с администрацией, смотреть, что можно будет сделать, чтобы не обидеть не водителей и не пешеходов, соответственно. И, соответственно, не тех водителей, которые паркуют свои транспортные средства для того, чтобы поехать в Москву, которые живут в деревнях и всем остальным. По поводу нарушений пешеходами, да, действительно, нарушают и пешеходы. Я вам скажу по статистике, водителей равнозначно привлечено столько же, сколько и пешеходов. Вот у меня по статистике, допустим, всего выявлено нарушение правил дорожного движения за 4 месяца 6 тысяч. 6 тысяч в районе. 6,5 тысяч в районе, да, выявлено. Из них водителей, водителей в районе по всем нарушениям правил дорожного движения, это примерно 5,5 тысяч. То есть тысяча пешеходов также оштрафована. По соотношению водитель и пешеход, я думаю, что цифра она сама... Давайте напомним пешеходам в качестве профилактики, чем грозит переход. Правила перехода на красный сигнал стафора, вне пешеходного перехода. Чем грозит? Каким штрафом? Каким штрафом? 500-800 рублей. Разные штрафы, разные статьи. Мы продолжим, уважаемые телезрители, буквально через пару минут. Реклама пройдет очень быстро. Не переключайтесь. Итак, это программа «Прямой эфир». Мы продолжаем тему о безопасности на наших дорогах. Говорили сейчас только что с вами о привокзальной площади. И я так понимаю, что наша привокзальная площадь будет иметь отношение и к чемпионату мира по футболу. Там будет какой-то специальный патруль? В связи с чем? Да, в связи с тем, что болельщики будут приезжать с Тверской области, пересаживаться на автобусы, соответственно, пересаживаться на электрички, на ласточки, быстрее доехать до Москвы. На привокзальной ЖД-станции будет выставлен обязательно будет стать патруль. Как из сотрудников ТПС, так и из сотрудников ППС. Это, опять же, для обеспечения безопасности наших жителей. А это значит, что и порядка будет больше. И порядка будет больше, соответственно, и будем смотреть за парковкой транспортных средств, чтобы не нарушали, и, соответственно, за пешеходами. А может быть, за несколько этих недель и жители привыкнут к присутствию сотрудников? Да, может быть, мы ведем порядок как раз на привокзальной площади. Да. Давайте послушаем еще телезрителей. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, ваши вопросы. Так, у меня вопрос по дороге, к которой ездит автобус 38-й. Там есть круг Балдериха, потом Алферева, Городище, Мащерова. Она существует, эта дорога, больше 20 лет. Опознавательных знаков, там крутые повороты, в общем, эти подъемы, спуски. Но нету опознавательных знаков, как не было. Улучшить дорогу. Мы уже больше 20 лет просим хотя бы поставить в Алфереве знак остановка автобусная. Они нам говорят, что уже был поставлен знак, вы его сломали и не раз. Не было там. Мы живем рядом с остановкой. Никаких знаков вообще не было. Понятно. И не знаем, почему. Мы поняли вас. Записали, да? Да, проедем, да. Проедем дорогу, все посмотрим. Вопрос, конечно, интересный. Я не ездил давно по той дороге. Обязательно проеду, посмотрю сам. А у меня еще вопрос. У нас перед эфиром поступали разные вопросы. В том числе, контролируете ли вы, следите ли вы за ситуацией с дорожным покрытием в частном секторе? Да, конечно. Во всех, на всех улицах, как бы, это улица принадлежа администрации. Соответственно, если где-то какое-то нарушение дорожного полотна есть, если что-то подразбивается, соответственно, дается предписание, мы как надзорный орган только можем предупредить хозяина дороги о том, что у них что-то не так. И проконтролировать, если ситуация не контролируется, соответственно, не изменяется, мы выписываем протокол, соответственно, уже на юридическое лицо, и там очень большие суммы. Ну и вот я вас прошу обратить внимание на городный переулок, потому что вот жители несколько вопросов прислали о том, что ситуация там из года в год ухудшается. Понял, хорошо. Давайте послушаем еще телезрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Хорошо. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. У меня такой вопрос. Приходится лавировать и не знаешь, куда свернуть. Мне интересует отрезок пути по Ленинградскому шоссе от нового кафе или там ресторан-бургер Кинг до поворота на Смагель на улицу. Разметка скоро будет, так чтобы спокойно ехать и знать, что это моя полоса, а не треклёс. Понятный вопрос, спасибо. Да, вопрос получается по разметке. Еще раз повторюсь, что вся разметка должна у нас как на федеральных, так и на муниципальных дорогах нанесена до 1 мая. Соответственно, обновлена и сделана. Подрядные организации немножко не успевают, я так понимаю. Будем пробовать подталкивать их. Но если, опять же, погода будет позволять, вся разметка будет нанесена, как и на Ленинградском шоссе, так и по всему району. Кстати, вот этот перекресток, он всегда был таким, зоной посвышенного внимания. Там появился светофор, появились новые полосы для поворота. Но вот теперь я вижу новую тенденцию. Подростки, которые переходят из микрорайона с тайками буквально через этот перекресток туда, к Бургенкингу и так далее. Что еще можно сделать? Потому что просто все внутри сжимается, представляясь, какой скоростью и по одной и другой полосе двигаются машины. Только, опять же, выставление живого инспектора и предупреждение. Там уже есть и пешеходный переход надземный. Ну да, в наших странах нет. Просто молодежь ленится и идет по проезжей части, даже несмотря на то, что там и есть ограждение. В любом случае обходят, перелезают. Обходят, перелезают. А что касается этого перекрестка, там ситуация с ДТП изменилась? Да, ДТП там в этом году, на мою память, там было всего несколько ДТП, два или три. В прошлом году их было десять. Светофор работает в хорошем режиме, полосы увеличены, народ разворачивается. Только может со стороны Твери, которая едет, соответственно, уходит на улицу Чайковского. И здесь тоже. А сейчас вот смотрим по поводу ФАС. Но это все, к сожалению, коллега с первого батальона к нам сегодня не пришел, не получилось по служебным обстоятельствам. Он бы пояснил, что там конкретно, какие мероприятия по этой дороге, они еще будут делаться и что будет продолжаться делаться. То есть на этом, как бы в городе на этом не остановлена работа, а принцип зеленой волны, его видно, что он проходит. Светофоры все обновлены. Сейчас посмотрим по потоку транспорта, что будет. Может быть, будем менять какие-то фазы светофора, чтобы прохождение города было намного быстрее и без затруднений. Спасибо. Давайте еще послушаем телезрителей. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер. У меня вопрос по поводу пьяного масса здесь, жилой сектор у нас. И целыми днями с утра грузовики, муниципальные хозяйства у нас такое есть, чистый город. Целый день с утра едут трактора, грузовики, в обед едут, вечером едут обратно. Вот нельзя ли одного человека туда послать, чтобы он оформил все документы? А не все грузовики к нам сюда, когда тяжелой сектор, слабые дороги, я все разбиваю, все выбрали нас. Ну, вас поняли, спасибо. Есть ли там ограничения какие-то для этого? Ограничений нет, в том-то все и дело, что ограничений там нет, знаков там нет. И едут только для того, что затруднения, соответственно, Советской площади, они объезжают. Конечно, объезжают. Объезжают и выезжают на улицу Чайковска. А по улице Чайковска грузовому транспорту запрещено. Ну, посмотрим по этой ситуации, что можно сделать как раз по тем улицам, где есть объезд, чтобы не вовред, соответственно, местным жителям и, соответственно, с городским хозяйством переговорим, чтобы там не ездили, ездили по правилам. Сегодня говорили, сезон наступил летний, но что с вопросом момента переобувки? Есть такая поговорка, лучше переобуваться на две недели позже, чем на день раньше. Я думаю, что больше морозов уже не будет. Переобуваться, конечно, нужно с шипованной резиной на летнюю. Многие задают вопрос, что делать с буквой Ш, которая прикреплена. Да, теперь свернуть трубочку и брать? Нет, есть как бы в правилах разъяснение. Есть нарушение, если едешь на шипованной резине, и буквы Ш нет. А если на летней резине буквы Ш есть, значит, ее снимать не нужно. А, вот так. Да, штраф из-за этого не предусмотрен. Хороший момент. Спасибо, что нам рассказали об этом нюансе. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы слушаем именно ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой по страховке мотоцикла. Страховка мотоцикла? Оказывается, буквально, вот, мотоцикл страховать. То есть, вот, кроме суда, я знаю, так далее. Но это не судебные там всякие тяжбы. Какие вот меры... Есть какая-то мотивировка или у вас какой-то особый мотоцикл? Да нет, нет, обычный мотоцикл вот не хотел страховать. Страховщики им говорят. Ну, это... Я проблему не могу это пояснить, как бы, по поводу мотоцикла, по поводу грузового транспорта. Я знаю, что проблематика есть, люди обращаются. Это, наверное, все-таки вопрос больших страховой компаний, чем ГИБДД. Вот. И пояснить, почему они сейчас делают техосмотр на грузовики и на мотоциклы только в Москве, я не могу, потому что не знаю, что ответить по этому поводу. Понятно. Да, страховые компании, как бы, да, не отказывают здесь страховку. Это есть действительно. Мы сталкивались с этим. При постановке на учет транспортных средств и так далее. А пояснить, почему они запрещают, у них какие-то нововведения, но, по крайней мере, я не могу их прокомментировать. Спасибо. Ваш вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. По поводу искусственных неровностей, возле 13-й школы, там пешеходный переход, и очень много детишек переходит со школы. Особенно в утреннее время многие водители просто не останавливаются, не видя из-за труб, которые проходят сверху. Так. И детей достаточно плохо видно. Они сами перебегают. Возможно ли установить какую-то искусственную неровность, чтобы они более снижали скорость? Мы вынесем это предложение, да, на комиссию по безопасности 13-й школы искусственной неровности, да? Угу. Есть еще, оказывается, школы, до которых не дошли руки, нет неровности. Нет, там весь комплекс мероприятий по школам выполнен. Есть еще пешеходы, которые не оборудованы до конца, как бы, да? Нужна доработка. Давайте послушаем еще телезрителей. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, ваше обращение. Мы слушаем вас внимательно. Алло? Да. Да, мы слушаем вас. А я вот по поводу стоянки на вокзале. А вот там раньше был рынок. Так. Так может быть, вот если там еще один магазин встать, ну куда там и так одни магазины? Может быть, лучше там сделать стоянку, и машины бы убрались бы с проезжей части. Какая часть? Да мы с вами, наверное, бы согласились все, если бы это была не частная территория. Да, но это земля, да, в частной собственности. Надо предложить хозяину территории организовать там платную стоянку, этим зарабатывать деньги. Написать от жителей обращение, может быть, прислушается и... Да, может быть. ...неет участок свой на какой-то иной. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, ваш вопрос начальнику Клинского ГИБДД. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Добрый. У меня деревня находится, деревня Нишня. Это Нишнево, это зубовское направление. Так вот, по нашей деревне с такой скоростью постоянно КАМАЗ носится на карьер. В каникулы, вот в летний период дети у нас гуляют. То есть очень это опасно. Можно ли как-то регулировать движение вот этих автомобилей? Потому что гоняют так, и я как водитель, они ездят, постоянно нарушают, на встречную полосу наезжают, то есть постоянно переворачиваются. Ну, как бы хотелось бы порядок навести там. Мы вас поняли, что скажете. Да, но опять же напомню, что у нас строится новая дорога, и грузового транспорта в сутки в нашем районе ездит порядка пяти тысяч. Это только официальные данные. По неофициальным данным еще больше. И также эти машины, и везде они ездят, везде разбивают дорогу и нарушают. Сказать, что мы работаем по грузовому транспорту, мы работаем каждый день по этому транспорту. Даже те инспектора, которые заступают на смену, получают указания работать не только по пешеходам, не только по легковым машинам, а, соответственно, и по грузовому транспорту. И также мы их наказываем. Но охватить весь район, абсолютно все деревни и все карьеры, соответственно, возможности такой нет. Но стараемся, стараемся везде объехать, заехать в каждую деревню, в каждое СНТ, посмотреть, что происходит. Эта работа идет полномерно, ежедневно. Есть еще такой вариант, это какие-то новые знаки ограничительные, какие-то предупредительные знаки дополнительные. Ну, по дороге, в любом случае, у нас практически все дороги не оборудованы. Вот сейчас посмотрим, что по 38 маршруту автобуса что-то можно будет посмотреть, какие знаки установить. Хорошо, давайте послушаем еще телезрители. Здравствуйте. Нон-стоп идут у нас вопросы. Добрый вечер. Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, вот при покупке нового автомобиля, и чтобы поставить его на учет в ГАИ, приходишь, брать талончик, и надо очередь дать около двух недель. Вот это новое. Да, это вопрос, да, очень хороший. Что, опять очереди? Да, получается, объясню, почему создается очередь, и что вообще, как у нас все это происходит. По поводу талонов. Люди приходят, обращаются к терминалу, соответственно, в электронной очереди, забирают талоны, вот, не приходят. Соответственно, очередь удлиняется, следующие, кто идут, также получают эти талоны, и опять не приходят, либо берут те талоны, которые им не нужны. Соответственно, получилась такая ситуация, что талоны убежали у нас на несколько дней, это уже до 10. В смысле, жители разобрали? Да, разобрали. То есть люди приходят, забирают талоны, как на регистрацию транспортных средств, так и получили водительских удостоверений, вот, так и замена водительского удостоверения. Получилось так, что, но, я скажу, что еще, помимо талонов, есть живая очередь. Вот, живая очередь существует, обращайтесь, подходите, рассматриваем в отдельном порядке. Нет, ну а как же бороться с этой ситуацией, что огромное количество, получается, талонов уходит никуда? Огромное количество талонов, да, уходит никуда, потому что люди приходят, им неудобное время, они просто не приходят по времени. Очередь удлиняется, вот, с этим мы будем заниматься, будет стоять человек, соответственно, возле терминала, разъяснять, какой талон и куда нужно взять. То есть из-за непонятия человека возле терминала, он берет тот талон, который ему не нужен, соответственно, туда он идет, и все талоны, получается, передвигаются. Это касается не только регистрации транспортных средств, это касается и замены водительского удостоверения, получения водительского удостоверения. очень много идет поток народу, автошколы работают в своем обычном летнем режиме, приходит очень много групп, и, соответственно, как записаться на экзамен, так и получить водительское удостоверение, нужен талон. Вот, да, и в том, что не секретно для кого, что там с мая месяца повышаются цены на новые автомобили, люди приобретают новые автомобили, ставят их на учет, соответственно, мы стараемся успеть, скажем, отработать каждого, кто обращается по постановке на учет транспортного средства, так и по замене водительского удостоверения. Понятно, спасибо, что разъяснили, и обратимся к нашим клинчанам, будьте как-то так внимательнее, не выбрасывайте талоны, кому-то они, вероятно, очень нужны, на какое-то конкретное время, которое вас не устраивает. Еще слушаем звонки телезрителей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Бородинский проезд, дом номер 7. Значит, мы находимся между улицей Бородинский проезд, в глубине двора, и улицей Мира. Да. Через наш двор идет постоянное движение, с той и с другой стороны транспорта. Тротуара нет. Вот. Машины идут в две стороны. Значит, с детьми в садике не пройдешь. Постоянно приходится идти по проезжей части и забегать к подъездам. Вот. Мы уже обращались по этому поводу, вот, к вашему. Вот. Этот грамм, да. Вот. Пока что никакого движения нет. Нам, мы просим, хотя бы, организуйте одностороннее движение через наш двор, со стороны улицы Мира, вот на Бородинский проезд туда. Потому что двухстороннее движение, улица, вот, и два сада находятся, дети. Идешь, и дети, и шаража. Мы поняли вас. Да, спасибо, что напомнили об этой проблеме. Ну, я не вижу там проблемы, и где там проблема двухстороннего движения, где возможно было сделать одностороннее движение, оно сделано. Я не понимаю, в какие сады тогда идет народ с детьми, и где... Надо посмотреть внимательно по карте, может быть, на месте, потому что я помню, что этот вопрос звучал, что действительно там скорость движения большая, и что поток людей большой. Да, с одной стороны, там Мира, Бородинка, получается, там одностороннее движение уже сделано. И сделано уже давно. А это двор между. Мы, я думаю, вы уделите этому внимание. Да, я уделю внимание Бородинке Мира. Давайте, пожалуйста, еще последний вопрос сегодня принимаем. Время эфира подходит к концу. Слушаем вас. Пожалуйста, лаконично, пожалуйста, задайте вопрос. Добрый вечер. Добрый. У меня такой вопрос. Мы проживаем по улице Карла Маркса. У нас там есть мусорная стоянка. За этой мусорной стоянкой стоит бесхозная машина. Вы скажите, пожалуйста, адрес. Карла Маркса 47. 47. Стоит бесхозная машина. Уже три год, третий год стоит она. В нее начинают резать дети. Ну, можно же определить, хозяин или кто ее. Почему она стоит до столько лет бесхозная? Спасибо. Мы вас поняли. Запишите. Мы знаем, что вы работаете с такими водителями. С бесхозными транспортом, да. Очень много обращений. И по доброделу приходят нам от администрации. Смотрим, что можно с этими машинами делать. В основном, если находится хозяин, он даже нам, некоторые хозяева нам пишут, обязуюсь убрать транспортное средство. Но за неимением денег, не знаю, откуда его убрать или оттащить. Мы отработаем Карла Маркса 47, я понял, по бесхозной машине. Я думаю, что вот обращение уже к нам было. И у этой машины, мне кажется, есть хозяин, который просто не может ее убрать. В силу своих. Мне хочется вас спросить. Работает добродел, вы его так что упомянули. Наши жители как-то включаются, помогают вам в работе? Да. Есть возможность вам помочь? Возможность есть помочь. Да, очень активно работает служба 112. Так. Вот, это, которая заменила нашу 7-0-2-0-3, как бы, да? Вот, и как бы очень хотелось добавить, что очень хорошим примером бдительные жители дают информацию на 112, что где-то там поехал нетрезвый водитель. Вот, буквально в выходные нашими инспекторами было, скажем, оформлено стратегическое материалов по нетрезвому состоянию, 7 материалов. Именно по звонкам жителей. Именно по звонкам жителей. Обратите внимание, это очень важный момент, потому что каждый из нас может повлиять на эту ситуацию. Да, оперативно пытаемся приехать. Понятно, что у нас разбег, километраж большой, не всегда успеваем, но сейчас ситуация с летним сезоном будет ухудшаться. Москва приезжает на природу, соответственно, шашлык, как бы, чувствует себя немножко вальяжно в нашем районе. Но будем пресекать, да, самые грубые нарушения дорожного движения. И дайджестом несколько вопросов, которые поступили еще до эфира, нужно ли возить с собой медицинскую справку, спрашивают телезрители. Медицинскую справку возить с собой не нужно. В новых водительских удостоверениях не предусмотрено ее постоянное ношение. В старых водительских удостоверениях еще была особая отметка при наличии медицинской справки. Хорошо. Что касается жилетов, когда надевать... Жилеты. По поводу жилетов... Всегда ли он должен быть в машине? Условия, когда требуется надевать жилет. Вынужденная остановка или ДТП, дорога вне населенного пункта, темное время, суток или ограниченная видимость, нахождение на обочине или на проезжей части. То есть должен быть всегда в машине? Не всегда. Жилет не нужен в городе. Только вне населенных пунктов. Штраф за его отсутствие пока не предусмотрен? Штраф за его отсутствие не предусмотрен. Спасибо, что были сегодня с нами в эфире. Уважаемые телезрители, готовьте свои вопросы к нашим будущим встречам. У вас есть полминутки для обращения к клинчанам. Я бы очень просил не нарушать правила дорожного движения в нашем округе, внимательнее парковать транспортные средства под знаками остановка стоянка запрещена. То есть не парковаться. Не парковаться. Ну и, соответственно, всегда на месте. Жду наличный прием. Приходите. Все вопросы будем обсуждать в ГИБДД. И помните, что в нашем районе появилось 4 новые передвижные и переносные камеры. А скоро появится еще 20. Будьте внимательны и штудируйте правила дорожного движения. Спасибо, что были с нами сегодня в эфире. До новых встреч и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин